Это связано с верованиями этого древнего палеоазиатского народа. Дело в том, что Чукчи, как и некоторые другие северяне, считают, что существует великое множество различных миров, и наш только один из них. Именно поэтому они не боятся смерти и считаются хорошими воинами. Ведь для Чукчи смерть – это всего лишь переход из одного мира в другой. Однако у Чукчи, так же как у древних славян, есть понятие верхнего мира, в котором обитают боги и предки. Срединного мира и мира мертвых, в которые вообще лучше не попадать, там нет ничего, кроме болезни и горя. Верхний мир, если не осязаем, то видим людьми. Его можно созерцать длинными северными ночами. Это звездное небо. А звезды в созвездиях, которые Чукчи прекрасно знали, это предки и боги, создатели мира. Главной звездой на небе считается полярная звезда. Оно словно кол, вбитый в небо. Вокруг нее, как на привязи, ходят по небу другие звезды-существа. При этом, полярная звезда является еще и проходом, тоннелем в верхний мир, по которому туда-сюда ходят духи шаманов. Сами звезды у Чукчи одухотворены и представляются далекими живыми существами. Например, звезда Арктур в созвездии Лебедя. Для Чукчи предводитель всех остальных звезд. Ориона, которого они называют Руль-Тегныном, они считают кровоспинным лучником. Созвездие Льва, его женой. А созвездие Дельфина, тюленем. Созвездие Плеяды у Чукчи называется «Шесть женщин, ожидающих мужей». Большая медведица созвездием никогда не была, а состояла из отдельных звезд людей, которые мечут камни из пращей. Двойная звезда в этом созвездии казалась Чукчем-лисицей, а созвездие Кассиопеи считали оленями, стоящими посередине бурной реки. Солнце ассоциировалось с богатеем, который ездил на красиво убранной упряжке оленей. А луну связывали с миром мертвых и считали ее солнцем, которое светит мертвецам и злым духом. Но особое место в мифологии Чукчи было отведено звезде Аль-Таир. Самая яркая звезда в созвездии Орла, ее именовали Пекетгеном и почитали как родоначальника всех Чукчей, великого предка. А само созвездие часто называли созвездием Пекетгена. В его честь устраивали праздники и приносили своему великому предку Пекетгену жертву оленей, забитых определенным образом. Две менее ярких звезды в Орле назывались Оленихой и Олененком. Они шли к Пекетгену, чтобы стать его пищей. Вот как об этом обычае рассказывают свидетели обряда жертвоприношения, участники экспедиции Иосифа Иосифича Берингса и Гавриила Андреевича Сарычева, которые присутствовали на нем в конце 18 века. Старший штурман Антон Батаков и член экспедиции Мэйн описывают в дневниках, что сначала чукчанки разводят костры и окуривают оленей, изгоняя из них злых духов и как бы присоединяя таким образом к своему дому. Затем олени загоняют в загон, которые окружают санями, раскладывают на них специальные копья и ножи для жертвоприношения. Когда оленя убивали, то следили за тем, чтобы он не упал головой на север и не упал на левый бок. Это предвещало несчастье, а дух оленя не отправлялся на небо, а пожирался злыми духами калет, которые задабривали в последнюю очередь, разбрызгивая вокруг кровь убитого животного. Хорошим знаком считалось, если удавалось убить оленя быстро, так, чтобы животное не билось в конвульсиях и олень падал на правый бок, головой на восток или на запад. Это говорило о том, что великий предок Пекетген принял жертву и впредь будет заботиться о своих потомках. До сих пор известно мало рисунков чукчи с изображениями звезд. Однако корабельный художник экспедиции Лука Воронин скопировал рисунки, которые видел на потолочных балках чукотского жилища. На этом изображении находились вполне реалистичная полярная звезда и созвездия Пекетген, состоящая из двух звезд – Альтаира и Таразета, которые были изображены в виде антропоморфных фигур, от голов которых расходились лучи. На основе верований северных народов находчивые люди стали распространять сказки о некоем северном инопланетном народе, который потихоньку расселяется по Земле, начиная от Чукотки. Это, разумеется, ерунда, но вот что любопытно. Созвездие Орла имеет звезду Кси, которая больше Солнца в 12 раз и имеет собственную планету газовый гигант, который в 2,6 раз больше Юпитера. А еще астрономы выяснили, что Таразет он же Реда, на самом деле двойная звезда. Вспомните двойное антропоморфное существо на рисунке Воронина. Вот такие странные совпадения. Друзья, обязательно поставьте лайк, если это видео вам понравилось. А также поделитесь этим видео с другом, если вам не сложно. А также пишите комментарии, если хотите попасть в следующее видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok